Привет! С вами Ирина Басюк. Сегодня я расскажу о том, что я приобрела себе по каталогу номер 13, о новинках серии Fairlight и не только об этих новинках. Но я впервые расскажу вам о том, какая продукция из прошлого каталога мне больше всего понравилась, какую продукцию я перенесла себе в этом каталоге. И закрывая глаза, скажу, что это были самые лучшие продукты моей любимки. Итак, поехали! В своем макияже я использовала два оттенка – прохладная мята и сияющая лаванда. Не совсем поняла сначала эту текстуру, она для меня была сложной, намучилась с ней. Вначале я не поняла этих теней, они мне не понравились, потому что ультралегкие пигменты, все-таки я люблю более насыщенный макияж, а эти тени, как и заявно, они для более такого прозрачного макияжа. Но, поэкспериментировав, сделав разные макияжи, я поняла для себя, как мне будут подходить эти оттенки. Вы знаете, наверное, чем сложнее продукт, тем хочется его варьировать, да, максимально как-то использовать, что-то комбинировать, делать. Для себя я сделала выводы, что я однозначно буду пользоваться этими двумя продуктами, двумя этими тенями. Они выглядят вот такие вот две замечательные баночки. Я приобрела два оттенка, сияющая лаванда и прохладная мята, так вот они выглядят. Здесь я наносила слаженное нанесение, протягивала сухое нанесение. Имеет ультралегкую пигментацию, поэтому я советую все-таки наносить на базу. Вы используете, например, наносите сначала корректор. Если вы будете использовать карандаш и поверх потом нанесете тени, то будет выделяться... Когда вы их попробуете, если вы их уже приобрели, попробуйте разные варианты нанесения. Также, например, как вы используете базовые основные тени любого оттенка. Здесь идет светлый оттенок, потом темный. И буквально вот сюда, по центру, вы наносите какой-то пигмент. Кисточкой лучше пользоваться, смочите кисточкой и вбивайте очень хорошо, плотно этот пигмент. Тогда действительно оттенок будет более яркий, более выразительный. Смочила кисточку и начала вот так вот вбивать потихонечку тени аппликатором. Минус теней. Когда вы наносите, они немножечко сыпятся беленьким, такой белый точный перламутр. Поэтому, прежде чем наносить тень, припудрите область вокруг глаз, потом наносите. Либо, когда вы нанесете, сделайте макияж глаз. После этого протрите тоником вокруг глаз. И потом, после этого, наносите тональную основу, корректор, что вы непосредственно используете при макияже. С румяновой все гораздо проще. Я выбрала оттенок, он называется персик. Не знала, какой оттенок себе взять. И взяла тот, который чаще всего, например, если компания выдвигает какой-то главный базовый оттенок, я думаю, что он будет самый популярный, самый покупаемый. Поэтому я решила попробовать именно этот оттенок. Он, конечно, более брондирующий, чтобы для создания, все-таки, наверное, контурирования. И хочется, хочется немножечко вот здесь вот нанести в этой области чуть светло, более розового оттенка. Возможно, в следующий раз я еще закажу оттенок, который называется роза. Это минеральные румяна, наносится очень легко. Вы видите их на мне, просто растушевывается. Достаточно хорошие. Если с тенями я намучилась, достаточно была такая, такие морока, чтобы они мне действительно подходили, то румяна, выглядит безупречно, очень хорошо смотрится. Вот так выглядит. Следующая новинка – это тушь, которая придает ультралегкое нанесение, невесомость. Действительно, тушь не ощущается на глазах. Она имеет пушистую щеточку, немножечко неровные формы, где-то выше, где-то ниже скошенные края. То есть такая неровная щетинка. Поэтому, когда вы прокрашиваете, все-таки прокручивайте щетку для того, чтобы определить, какое положение будет для вас более комфортным. Эта тушь создала для того, чтобы именно была невесомая текстура для ресничек, чтобы они смотрелись, как можно, более естественным. Даже при легком таком макияже не советуют прокрашивать нижние реснички. Я люблю это делать. Пробуйте. В принципе, тушь нормальная. Заявленное свойство. Она выполняет. Называется оттенок «Элегантный пион». Что понравилось мне в помаде? При нанесении она комфортная, мягкая, не скатывается. Достаточно приятная, очень мягкая текстура. Даже не знаю, на что похожа текстура. Мне кажется, немножечко другое качество помады. Вот сам оттеночек. Что мне нравится? Защелкивается плотненько. Вот так вот выглядит сама помадка. В принципе, сама серия стильная, интересная, красивая. Будет украшение к вашему туалетному столику. Драйвер каталога. Это вот такой вот интересный шарф, который вы приобретаете что-то в районе 499 рублей. Классный. Мне он очень понравился. Также можете его драпировать. Шарф, который создан дизайнером Шиа Джаваэри. До этого я приобрела вот тоже интересную сумочку от этого же дизайнера. Она вот так вот выглядит. Мне она очень понравилась, потому что она объемная. Кроме того, что здесь есть основное отделение, также есть три отделения, куда можно положить какие-то экспресс вещи, которые вам понадобятся. Можно ее носить непосредственно на ручке. То есть, такая довольно-таки классная, интересная. И когда я увидела, что к ней будет вот такой замечательный платок, я была в восторге, потому что его можно будет носить как на светлые вещи, темную черную куртку будет освежать. В принципе, мне очень понравился. Поэтому сейчас будет такой вот модненькой и стильненькой. Раз бы мы говорили о сумках, от компании Reflame получила в подарок вот такие вот сумку и косметичку из такого баклажаново-бордового цвета. Тоже цвет тренд этого сезона. Будет интересно смотреться осенью. Многие меня спрашивают, как я могла отрастить густые волосы, которые не секутся, выглядят очень красиво, блестят и хорошо укладываются. Один из секретов ухода за моими волосами – это серия Илео. Здесь великолепное масло. И после мытья волос растираю, наношу на ладошку, растираю и наношу на кончики. Также где-то один раз в месяц я делаю маску из этой серии Илео. Восхитительная. Действительно, как после какой-то салонной процедуры. И у нас пришла новиночка вот такая – масло спре Илео. Чем достоинство? Это более легкое распыление. Посмотрите, вот такое вот воздушное, которое распыляется по вашим волосам, абсолютно их не утяжеляя. После этого вы можете использовать ваши утюжки, фены, то есть горячие инструменты. И ваши волосы не подвержены термической обработке. Мне эта серия понравилась. Масло тоже хорошее. Также буду использовать. Думаю, что это будет мой must-have. Для того, чтобы понять, насколько подходит вам какой-то продукт, нужно его протестировать несколько раз. Посмотреть, какой текстуры, насколько он вам подходит, запах, ощущения, период после использования продукта. И в прошлом каталоге было три новинки, от которых я в восторге. Они настолько мне понравились, что эмоции переполняют. Я хотела бы рассказать вам еще раз об этих продуктах. Во-первых, это вот такое вот нежное средство для очищения макияжа вокруг глаз. Вы используете, наносите его на тампончик и потом непосредственно удаляете. Великолепно смывает такое вот гелеобразное. Очень комфортное снятие макияжа. Я даже не знала, что настолько комфортное может быть. Потому что обычно я не люблю такие средства. Мне нравится просто очищающее средство нанести. Например, гель-пенка для умывания нанести на глаза, смыть. Но тампончики, мне как-то вот раньше, ну, маслянистая жидкость. Мне не нравилось. Глаза как-то щипят. Это абсолютно комфортное средство. Очень удобно снимать макияж. Вот это средство номер один, которое я для себя открыла в прошлом каталоге. Скраб с эффектом энзимного пилинга, с молочными кислотами. Раньше у нас был скраб двухэтапная серия салонного процедура микродермабразии. И здесь такой же пилинг. Знаете, вот такое ощущение, что измельчили мелко соду, и вы наносите. Наношу при помощи нашего аппарата для очищения, добавляю небольшую капельку, и потом аппаратом очищаю все лицо. Но когда вы делаете это с аппаратом для очищения кожи, происходит очищение, и пилинг гораздо-гораздо нежнее. Если вы уже использовали скраб, важно, когда вы делаете ночную процедуру, обязательно в этот день наносить сыворотку. Даже если вы когда-то пропускаете, наносите только ночной крем, в этом случае вам нужно обязательно наносить сыворотку, потому что она глубже проникает в вашу кожу, захватывает крем, и доставляет в самые глубокие слои вашей кожи. И утром вы просыпаетесь, и чувствуете, насколько ухоженная, мягкая, гладкая становится кожа. Вы действительно получаете классный эффект. Использую этот скраб в среднем раз в недельку. Один раз использую скраб, второй раз использую вот такой вот спонж коньяку. Он вот так вот выглядит, такая вот зефиринка. Когда вы ее намочите, она становится большой, более плотной, и очень удобно, комфортно очищает. Тем же самым вы делаете лимфомассаж. Мне понравилось. Ну, если сравнивать вот это и вот это средство, хотя в принципе они несравнимые, однозначно всем советую вот такой вот скраб приобрести. Новинка, которая мне безумно понравилась, это вот такой вот корректор, который имеет оранжевый потон, чуть светлее и пудру. Безумно понравилась, потому что очень хорошо перекрывает темные круги под глазами мою вену, которая проступает у меня сильно. Вот именно такой желто-оранжевый очень замечательно хорошо маскирует. Дальше вы наносите более светлый оттенок. Можете даже наносить в принципе ваш тонкий корректор. И возьмите легкую кисточку и немножечко припудрите вот этот оттенок. То есть идет выравнивание, и круги под глазами у вас уходят. В следующем каталоге у нас будет запуск новой туалетной воды для Эстони. Каждый флакон, он уникален. Разный дизайн флакончика будет. И имеет очень такой интересный аромат. Поэтому в этом каталоге я приобрела себе пробник. Он стоит 20 рублей. И вы знаете, когда вы покупаете какую-то туалетную воду, иногда бывает берете, запах понравился, а потом, ну, вроде что-то хорошее, но что-то не мое. А есть туалетная вода, которую вы покупаете, а покупаете из месяца в месяц, сезон и сезон. Вот, например, для меня это однозначно туалетная вода от Giordani Gold Essenza. Вот этот запах, он такой же, мне кажется, этот запах будет у меня один из основных, базовых. Конечно же, я его приобрету, и наверняка я его буду покупать и покупать. Потому что это шипровый, восточный аромат. Он глубокий, он интересный, он раскрывается разным. Поэтому приобретите, посмотрите, посмотрите, как на вас будет играть этот аромат. Я думаю, что продажи будут зашкаливать. Конечно же, каждая семья покупает эти средства по уходу за телом. Мужу пенку купила, гель для души, для семьи. Хотела показать вам о серии, в которой покупаю каждый каталог. И думаю, что в кадр мне нужно показать моего любимца, моего кота, которому уже будет 14 лет. Помимо основного заказа включила себе астокстантин. Это очень мощный антиоксидант, который в принципе приравнивается по свойствам как антибиотик природного действия. Сейчас начинается осень, период заболеваний. Поэтому дополнительно, когда себя некомфортно чувствую, принимаю дополнительно пару таблеточек, даю своему ребенку и мы быстро восстанавливаем свой именитик. На этом мой обзор закончен. Хотелось бы еще раз с вами обсудить, какие продукты вы покупали для себя, что вам понравилось, что вам не понравилось, обсудить с вами новиночки. Ну и до новых встреч. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok